Чтобы новая дорога не портилась после проезда большегрузов и перепадов температур, идеальное дорожное покрытие изготавливают на асфальт и бетонных заводах. В этом году в Ульяновской области запустят сразу четыре таких предприятий. Заводы приобрели подрядные организации, которые занимаются строительством и ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Производственные площадки монтируют в Ульяновске, Индии, Корсуне и Меликесском районе. Данный завод может производить все типы асфальт и бетонных и щебеночно-мастичных смесей в соответствии с действующими ГОСТами. На данном заводе установлена высокоэкономичная горелка производства ЕС. Установлена высокоэффективная система очистки отходящих газов. На заводах смогут производить до 200 тонн асфальт и бетона в час. Все производство автоматическое и экологичное. В конструкции установлены специальные фильтры. Это дает возможность поддерживать безопасный режим работы. Прежде чем превратиться в дорожное покрытие, все сырье проходит контроль лаборатории. Тщательно тестируют и уже готовую продукцию. Главная цель – посмотреть, как асфальт будет вести себя на дороге. Мы изначально можем, вот, например, на этой печи, мы можем битум состарить и посмотреть, что с ним произойдет по истечении времени. Затем мы можем проверить этот же битум состаренный уже на реометре, посмотреть его температурные режимы, при которых нам лучше будет работать, чтобы получить качественное асфальтобетонное покрытие. Обязательные условия – асфальт должен содержать определенное количество воздушных пустот. Ни больше, ни меньше. Нужно это для того, чтобы дорога прослужила как можно дольше. При высоких и низких температурах битумно-вяжущие вещества в асфальте расширяются и сужаются. Если он будет переуплотнен, то есть будет меньшее количество содержания воздушных пустот, он начнет трескаться, то есть срок службы его намного уменьшится. Ну и, соответственно, если очень много воздушных пустот, при переходе через ноль попадает влага, его начинает рвать асфальт. Уже после того, как дорогу отремонтируют, образцы материалов также будут отобраны на анализ уже независимыми лабораториями. В этом году дорожникам предстоит отремонтировать 140 километров трассы и ввести в эксплуатацию три новых дороги.